Проблема нехватки парковочных мест в столице с приходом лета резко обострилась. Как результат, уровень хамства водителей уже зашкаливает. Машины бросают на тротуарах, на второй-третьей полосе движения, прямо на трамвайных путях. Один из самых проблемных участков столицы – спортивная площадь в районе торгового центра «Гулливер» и дворца спорта. Даже постоянное нахождение здесь сотрудника госавтоинспекции никого не смущает. Невольно создается ощущение, что существует некая устная договоренность между автохамами и гаишниками. При этом и первые, и вторые делают вид, что все нормально. Два слова, можете сказать? Вот машины сейчас стоят здесь. Здесь не должны стоять, правильно? Не должны. А ваши функции тогда? А сегодня футбол у нас заходы. Я понимаю, но правила они как у нас? День футбола отменяются? Нет, они не день футбола отменяются, просто сегодня заходы. Люди, видите, сколько едет. Чтобы не было ни ДТП, ничего не было, мы стоим, стараемся регулировать. Я понимаю про вот эти автомобили, которые стоят. Я вам объясняю, что вот именно, а где им парковаться? Сейчас в три-четыре полосы вставать? Понятно, у них заходы, а футбольный матч – повод разрешать официально нарушать правила дорожного движения. Люди, правда, с этим не совсем согласны и напоминают, закон он все-таки один для всех. Ну, люди просто, нету культуры вождения, нету культуры парковки. Ставят машины, как хотят, эгоисты в основном. Нужно, ну, я думаю, жестко бороться, штрафовать, и тогда все будет в порядке, если человека нашему будут, он по-другому не понимает. Кто-нибудь борется? Они стоят на тротуарах? Вопрос на вопрос. Стоят? Значит, никто. Что примечательно, эту точку зрения, озвученную пешеходами, полностью разделяют и водители. Ну, во всяком случае, те, что припарковали свои автомобили в строгом соответствии с правилами дорожного движения. Они же предлагают и самый простой рецепт решения проблемы. Подземные паркинги. Да, расширять паркинги, бесплатные желательно. Значит, в нашей стране много денег, которые она может просто вытратить не на какую-то ерунду, а заняться делом. Або можно там ходить с кошеком, просить денег у добрых людей. По 10-20 гривен до своего Киева забрать, и на один паркинг бесплатный точно хватит. Добавим к чести сотрудника ГАИ, он признал, что правила нужно соблюдать и пообещал в ближайшее время ситуацию исправить. Ну, не должны же быть машины. Ну, не должны, я вам объясняю. Там знак висит, что парковки здесь нет. Да. Нет, ну, сегодня то, что футбол, понимаете, сегодня играет. То есть, приходи и скажи, что завтра здесь вот здесь. Завтра здесь не будет машин, не будет машин. Честное слово. На самом деле, на следующий день, после трех, нам так и не удалось попасть на спортивную площадь в районе торгового центра Гулливера Дворца Спорта. Но мы тоже обещаем в ближайшее время снова приехать сюда и посмотреть, что и как. Да, кстати, этот посыл мы адресуем и столичной власти. Ну, в первую очередь городскому голове Виталию Кличко, который в начале своей каденции активно взялся за наведение порядка в столице. Но со временем, похоже, решил объявить тайм-аут. А еще напоминаем, выборы в местные советы, несмотря ни на что, состоятся уже этой осенью.